Желаю вам зеленого огня, круглых колес. Новое направление для российских железных дорог. Женщины у руля. Евангелина Достоевская первая девушка, которая отправляется в рейс в кабине машиниста. Сигналы остановки с пути поезда не поддаются, можем начинать движение. Пока она, конечно, помощник машиниста с этой должности, начинают все, кто мечтает взять управление в свои руки. Причем Евангелия научилась платно, без гарантии, что сможет устроиться на работу. Я уверена была, что не разряжат. Мне было все равно, я очень хотела отучиться. Но с этого года профессия машиниста больше не входит в список запрещенных для женщин. И раздался заветный звонок из отдела кадров. Пора собираться в путь. Хочу здесь именно создать такую атмосферу теплую, чтобы женщины могли приходить сюда и работать в нашем дупом. Хочется, чтобы были бригады целиком женские. К первому января даже успели пошить женскую форму. Два варианта с юбкой и брюками. Женщины ходят именно в таких платочках. С предложением разрешить женщинам водить поезда компания РЖД сама обратилась в Министерство труда. Очень много было желающих. Среди них и Софья Дорофеева. Художник-мультипликатор стал изучать устройства поездов, чтобы лучше их рисовать. Увлеклась настолько, что поступила в колледж. Я была единственной девушкой на весь колледж, потому что раньше туда девушек не брали. Мне пришлось долго уговаривать, спорить. И в итоге директор согласился меня взять. И сегодня словно новогоднее чудо. Ее мечта сбудется. Но сначала обязательная медкомиссия, инструктаж и проверка исправности тормозов. Шток вышел, колодки прижаты, тормоза сработали. Софья не только до винтика знает каждый механизм, но и может починить его. Ее вторая специальность – слесарь по ремонту подвижного состава. Путь от помощника до машиниста обычно занимает два года. Если девушка в должности помощника машиниста пройдет все ступени, которые требуются в соответствии с нашими инструкциями, она, конечно же, может стать машинистом. Первое право управлять поездом добила Зинаида Троицкая в 1935 году. Вслед за ней на железную дорогу пришла Елена Чухнюк. И когда началась война, именно они вели эшелоны к Сталинграду и вывозили из-под обстрелов санитарные поезда. После войны вернуться на локомотив женщинам не разрешили из-за тяжелых условий труда. Современные машины совсем не похожи на эти грязные громоздкие паровозы, которыми управляли первые женщины-машинисты. Теперь здесь удобное кресло и автоматизированная приборная панель. Но неизменным остается одно – высокая ответственность за жизни пассажиров. Сейчас прекрасные, новые, современные, комфортные составы, комфортные локомотивы, где женщина может справляться не хуже мужчины, а может даже и лучше. Весной на железных дорогах будет уже 60 девушек. В учебных центрах они практикуются на трехмерных тренажерах. Любимый поезд, конечно, «Ласточка». Интереснее работать на «Ласточке», чем сидеть в офисе. Большинство девушек выбирают электрички, но не Ирина. Жажда дальних странствий привела ее на поезд Пермь-Екатеринбург. Машинист из семьи строителей БАМа мечтает объехать всю Россию. Железная дорога мне нравится тем, что это стабильность, что здесь всегда есть и работа, и вообще романтика. Сегодня долгожданное начало большого пути с надеждой, что он будет счастливым. Татьяна, просто...